Утром снег продолжал падать. Выклянчивая завтрак, я проворонил товарный поезд восточного направления. Позже, в этот день, я два раза вскакивал на поезда и с обоих поездов меня спихивали. До вечера не прошло ни одного поезда на восток. Снег продолжал валить густыми хлопьями. В сумерках мне удалось выехать на первой площадке пассажирского поезда. Когда я вскочил на площадку с одной стороны, какая-то фигура вскочила на нее с другой стороны. Это был мальчик, убежавший из Орегона. Нужно вам сказать, что первая площадка скорого поезда в сильную вьюгу весьма невеселый приют. Ветер пронизывает вас насквозь, ударяется в стенку вагона и бьет вас рикошетом. На первой же остановке, как только стемнело, я подошел к голове поезда и вступил в переговоры с кочегаром. Я предложил ему подавать уголь до конца его дистанции. Это было перед станцией Роллинс. И предложение мое было принято. Работать мне пришлось на тендере в снегу. Работа заключалась в том, что я откалывал лопатой глыбы угля и подавал в будку паровоза. Но так как не все время приходилось это делать, то я мог залезать в будку и согреваться время от времени. — Послушай, — сказал я кочегару в первую передышку. На первой площадке едет малыш. Он совсем замерз. Будки паровозов Тихоокеанской дороги довольно вместительны, и мы устроили малыша в теплом углу перед высоким стулом машиниста, где он быстро заснул. В полночь мы приехали в Роллинс. Снег повалил еще гуще. Здесь паровоз должны были отвезти в депо, а на его место прицепить новый. Когда поезд остановился, я соскочил со ступенек паровоза прямо в объятие огромного мужчины в широком пальто. Он начал задавать мне вопросы. Я быстро спросил его, кто он такой. Он также быстро ответил мне, что он полицейский агент. Я втянул рожки, слушал и отвечал. Он начал описывать приметы малыша, спавшего в будке. Мозг мой быстро работал. Очевидно, семья разыскивала этого мальчика, и агент получил телеграфную инструкцию из Орегона. Да, я видел этого мальчика в Огдоне. Дата, которую я назвал, совпадала со сведениями агента. Но я объяснил, что мальчик, вероятно, застрял где-нибудь в дороге, так как его ссадили с этого самого пассажирского поезда в ту ночь, когда я выехал из Рокспринга. Все это время я мысленно молил судьбу, чтобы малыш не проснулся, не вышел из будки и не выдал себя самого. Агент оставил меня, чтобы расспросить кондуктора, но, уходя, сказал. «Этот город для тебя не годится, понял? Ты выезжай с этим поездом и смотри, не задерживайся. Если я поймаю тебя после того, как он отойдет...» Я стал уверять, что попал в его город не по своей воле, единственно потому, что поезд здесь остановился, и что он больше меня не увидит, только бы мне выбраться из этого проклятого города. Пока он беседовал с кондукторами, я вернулся в будку паровоза. Малыш проснулся и протирал глаза. Я рассказал ему новости и посоветовал проехаться с паровозом в депо. Короче говоря, малыш выехал с тем же пассажирским поездом на предохранительной решетке переднего паровоза. Я посоветовал ему обратиться с просьбой к кочегару на первой же остановке разрешить ему перелезть на второй паровоз. А меня снова спихнули. Новый кочегар был человек молодой, еще не привыкший нарушать правила железнодорожных компаний, воспрещающие пускать бродяг на паровоз. И он отверг мое предложение подавать уголь. Надеюсь, малышу удалось с ним поладить. Ночь, проведенная на предохранительной решетке, в такую страшную метель, означала верную смерть. Странное дело. Я теперь не могу припомнить, как меня сбросили в Роллинсе. Я помню только, что поезд мгновенно был проглочен снежной бурей, а я направился в трактир погреться. Здесь был свет, было тепло. Натопленные печки гудели, дверцы их стояли настежь. За столиком для игры в фаро, рулетку и покер теснился народ. Несколько кутивших скотоводов задавали веселый трезвон на весь кабак. Мне удалось побрататься с ними, и я уже пропустил первый глоток за их счет, как чья-то рука опустилась на мое плечо. Я оглянулся и вздохнул. Это был полицейский агент. Не промолвив ни слова, он вывел меня вон на снег. «На путях стоит специальный апельсиновый поезд», — сказал он. «Ночь чертовски холодная», — пытался я возражать. «Он отправляется через десять минут», — добавил он. И все. Спорить было не о чем. И когда этот специальный апельсиновый поезд выехал, я находился на нем в леднике. Мне казалось, что до утра у меня замерзнут ноги, и последние двадцать миль перед станцией Лорами я стоял, высунувшись из люка и бешено приплясывал. Снег был слишком густ, чтобы кондуктора могли меня разглядеть. Да мне было теперь все равно. На свои центы я съел горячий завтрак в Лораме и сейчас же вскочил на площадку багажного вагона пассажирского поезда, взбирающегося на откос к ущелью в самом сердце скалистых гор. В дневное время нельзя ездить на площадках багажных вагонов. Но я сомневался, чтобы в эту метель на вершине скалистого хребта у кондукторов хватило духу выбросить меня. И они меня не тронули. Мало того, на каждой остановке они подходили к моей площадке смотреть, не замерз ли я. У памятника Эмсу на вершине скалистого хребта. Забыл, на какой это было высоте. Кондуктор прошел мимо меня в последний раз. — Послушай, Бо, — сказал он, — видишь товарный поезд, отведенный на запасной путь, чтобы пропустить нас? Я видел его. Он стоял на соседней колее в шести футах расстояния. Стой он несколько футами дальше, в такую вьюгу я не разглядел бы его. Так вот, в одном из этих вагонов, отставший из армии Келли, под ними добрых два фута соломы. И их так много, что в вагоне тепло. Совет был хорош. И я последовал ему, приготовившись однако на случай, если кондуктор обманул меня, вскочить на площадку пассажирского, как только он отойдет. Но он сказал правду. Я нашел вагон, огромный ледник, дверь которого была открыта настежь для вентиляции. Я полез в вагон и наступил на чью-то ногу, потом на чью-то руку. Освещение было скудное, я мог разглядеть только руки, ноги и тела, невероятно перепутавшиеся между собой. Никогда я еще не видел подобного человеческого месива. Все они лежали в соломе друг над другом, друг под другом, друг вокруг друга. Нужно много места, чтобы 84 бродяги разместились на полу в растяжку. Люди, по которым я шагал, чертыхались. Тела их колыхались подо мной, как волны морские, и невольно толкали меня вперед. Я не мог найти свободной соломинки, чтобы поставить на нее ногу, и поэтому наступал на людей. Негодование возрастало, возрастала и скорость моего движения. Оступившись, я с размаху сел на что-то. К несчастью, это оказалась голова человека. В то же мгновение он поднялся на четвереньки, и я полетел в воздух. Предмет, летящий вверх, обязательно должен опуститься вниз. И я опустился на голову другого человека. Я смутно помню то, что произошло после этого. Мне казалось, я попал в молотилку. Меня швыряло из одного конца вагона в другой. Эти восемь десятков бродяг молотили меня до тех пор, пока мои жалкие останки каким-то чудом не нашли клочка соломы и на нем не успокоились. Получив это крещение, я был принят в веселую компанию бродяг. Весь этот день мы ехали сквозь мглу и в югу, и, чтобы скоротать время, решили, что каждый расскажет какую-нибудь повесть. Повесть должна быть хорошая, кроме того, такая, которой никто не слыхал раньше. Не выполнившего это условие ждала молотилка. Все с честью выполнили его. Должен тут же сказать, что никогда еще в жизни я не слыхал таких изумительных рассказчиков. Тут собрались восемьдесят четыре человека со всех концов света. Я был восемьдесят пятым, и каждый рассказ – шедевр. Ему ничего другого не оставалось, ибо альтернатива была такова – шедевр или молотилка. Поздно вечером мы прибыли в Чейен. Вьюга достигла своего апогея, и, хотя последней нашей трапезой был жалкий завтрак, никто не решился выйти поклянчить ужин. Всю эту ночь мы мчались по рельсам в тумане и вьюге, и следующий день застал меня на славных равнинах Небраски все еще в поезде. Мы вышли из гор и из царства вьюги. Благословенное солнце озаряло улыбающийся край. Мы согрелись, но были голодны. Двадцать четыре часа мы ничего не ели. Известно было, что товарный поезд к полудню остановится у города, если я не ошибаюсь, это был Грэнд-Айленд. Мы устроили складчину и послали телеграмму властям этого города. В телеграмме говорилось, что восемьдесят пять здоровых и голодных бродяг прибудут около двенадцати и хорошо было бы приготовить для них обед. У властей Грэнд-Айленда было два выхода. Они могли накормить нас или посадить в тюрьму. В последнем случае они все же вынуждены были бы кормить нас и потому они благоразумно решили, что обед обойдется дешевле. Когда товарный поезд подкатил в полдень к вокзалу Грэнд-Айленда, мы сидели на крышах вагона. Залитые солнечным светом и весело болтали ногами. Вся полиция местечка вошла в состав комитета встречи. Нас развели взводами по разным отелям и ресторанам, где был приготовлен обед. 36 часов мы ничего не ели. Учить нас, что делать, было излишне. После обеда мы замаршировали обратно на железнодорожную станцию. Полиция благоразумно заставила товарный поезд подождать нас. Поезд медленно тронулся и все мы, в числе восьми с половиной десятков, выстроенных вдоль пути, повскакали на боковые лесенки. Мы полонили поезд. В этот вечер мы не ужинали, по крайней мере команда, но я ужинал. Как раз ко времени ужина, когда товарный поезд выехал со станции городка, некий субъект залез в вагон, где я играл в педро с тремя бродягами. Рубаха незнакомца подозрительно отдувалась. В руках он держал побитую жестянку, от которой поднимался пар. Носом я почуял яву. Я передал свои карты одному из бродяг и извинился. В другом конце вагона, преследуемый завистливыми взглядами, я присел с незнакомцем и разделил с ним его яву и другие подачки, распиравшие ему рубашку. Это был швед. Около десяти часов вечера мы прибыли в Амагу. «Давай бросим команду», — сказал мне швед. «Идет», — отвечал я. Когда поезд подходил к Амаге, мы приготовились сойти с поезда. Но и амагские жители приготовились. Мы за шведом висели на боковых лесенках, готовясь соскочить, но поезд не остановился. Мало того, длинный ряд полисменов, поблескивая в электрическом свете пуговицами и значками, выстроился по обе стороны рельсов. Мы со шведом понимали, что будет, если мы соскочим в их объятия. Мы остались на боковых лесенках, и поезд повез нас через реку Миссури в Каунсильблэвс. Генерал Келли с армией в две тысячи бродяг расположился лагерем в парке Чотоквы, в нескольких милях отсюда. Банда, с которой мы ехали, составляла арьергард генерала Келли. И, сойдя с поезда в Каунсильблэвсе, она приготовилась маршировать к лагерю. Ночью захолодало. Сильные шквалы, сопровождаемые дождем, заморозили нас и промочили насквозь. Масса полиции сторожила нас и направляла к лагерю. Мы со шведом улучили удобную минутку в этой суматохе и улизнули. Дождь лил потоками, и во мраке, таком густом, что не видно было, руки перед носом, мы, как двое слепых, ощупью искали крова. Инстинкт руководил нами, ибо очень скоро мы натолкнулись на убежище. Не на трактир, открытый и делающий дела. Даже не на кабак, запирающийся на ночь, и не на кабак с постоянным адресом, но на кабачок, поставленный на большие бревна, с катками снизу и передвигаемый с места на место. Дверь была на запоре. Нас обдавало дождем и ветром. Мы не колебались. Выломали дверь и вошли внутрь. Немало я отведал трудных ночей в своей жизни. Скитался в сатанинских столицах, ночевал в лужах воды, спал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовой термометр показывал 74 градуса по Фаренгейту ниже нуля. А это ведь пустяки перед 106 градусами мороза. Но должен сказать, что никогда я не проводил более отвратительные ночи, чем эта ночь, проведенная со шведом в передвижном кабаке в Каунсельблэвсе. Во-первых, постройка, как бы подвешенная в воздухе, имела в полу массу отверстий, через которые свободно проходил ветер. Во-вторых, у стойки было пусто. Хотя бы бутылку огненной воды, чтобы согреть тело и забыться. Одеял с нами не было. Мы попробовали спать в мокром платье. Я залез под стойку, а швед под стол. Оставаться там было совершенно невозможно из-за бесчисленных щелей и дырок в полу. И через полчаса я полез на стойку. Спустя немного времени и швед полез на свой стол. Так мы дрожали, дожидаясь рассвета. Я, например, знаю, что я так издрожался, что больше уже не мог трястись. Мускулы мои обессилели и только страшно болели. Швед стонал и кряхтел и каждую минуту, стуча зубами, бормотал. Больше никогда. Больше никогда. Он повторял эту фразу непрерывно, неустанно, тысячи раз. И даже когда задремал, продолжал бормотать во сне. С первым серым лучом рассвета мы покинули нашу юдоль мучений и вышли наружу, в густой и холодный туман. Мы плелись вперед, пока не дошли до полотна железной дороги. Я шел обратно в Амагу поклянчить завтрак. Мой товарищ продолжал путь в Чикаго. Наступил момент расставания. Мы протянули друг другу онемелые руки. Оба мы отчаянно тряслись и, когда пытались заговорить, то могли только постучать зубами и снова закрыть рот. Так стояли мы одинокие, отрезанные от всего мира. Взором нашим доступен был лишь небольшой отрезок рельсовой колеи, концы которой терялись во мраке тумана. Мы тупо глядели друг на друга, сочувственно сжимая друг к другу трясущиеся руки. У шведа лицо посинело от холода. Такое же, я думаю, было и у меня. Никогда больше, а? Сумел я, наконец, выговорить. Слова застряли в глотке у шведа. И, наконец, слабым шепотом, исходившим, казалось, из самого дна его замерзшей души, он произнес. «Никогда больше бродяжить!» Он помолчал и продолжал уже окрепшим голосом, и в хрипе его слышалась воля. «Никогда больше не буду бродягой. Я поищу работы. Лучше и тебе сделать тоже. От таких ночей, как эта, только наживешь ревматизм». Он встряхнул мою руку. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — сказал я. И через минуту мы скрылись друг от друга в тумане. Это была наша последняя встреча. Привет тебе, швед, где бы ты ни был. Надеюсь, ты нашел работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ